Добрый вечер! Сегодня мы будем говорить об уязвимости детей и о том, как их защитить от жестокости. Гость нашей студии сегодня – уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. Нина Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Анжелика! Недавно вы начали работать в новом формате. Появилась общественная приемная уполномоченного по правам ребенка в регионе. Расскажите, с какими вопросами пошли родители детей? Какова специфика обращений, если можно выделить? Вы знаете, новый формат, он даже не столько в появлении общественных приемных, сколько в появлении аппарата, уполномоченного по правам ребенка. С 1 января 2013 года вступили в силу поправки в законодательство Волгоградской области, которое предусматривает, что уполномоченный по правам ребенка и его аппарат – это государственный орган. Статус повышен. Да, безусловно, и статусность повышена, и возможности. А сейчас это небольшой государственный орган, это 10 человек нас, сотрудников, вместе с уполномоченным по правам ребенка. И, безусловно, таким образом больше возможностей, больше охват, скажем, проблем и возможности для решения тех или иных проблем. Мы организуем такие общественные приемные где-то на местах. Вот в частности сейчас в Волжском открыта такая общественная приемная при отделении детского фонда города Волжском. И в Волгограде мы открыли на базе детской библиотеки. При этом общественная приемная, она рассчитана не только и не столько даже, может быть, на работу непосредственно с приемом граждан. Потому что принимаем мы гражданы в аппарате уполномоченного. В общем-то, в этом нет никаких проблем и ограничений. А сколько, в частности, в библиотеке мы рассчитываем, что эта общественная приемная будет работать не только для обращающихся граждан, как и для специалистов, как некая площадка для того, чтобы вести просветительскую деятельность среди детей и родителей в плане правового самосознания, правовой грамотности. Ну и возможности решения каких-то проблем. В частности, мы не успели открыть общественную приемную при детской библиотеке, как туда уже начали поступать обращения граждан по самым родным вопросам, связанным и с проблемами реализации жилищных прав несовершеннолетних, и с проблемами, вот это наиболее часто сейчас встречающиеся проблемы, споров родителей по участию в воспитании детей, по определению места жительства детей. То есть разные вопросы вступаем. Стараемся помогать гражданам в решении этих вопросов, насколько это укладывается в действующее законодательство, и насколько это позволяет наша компетенция. А вот то, что теперь не губернатор назначает уполномоченного по правам ребенка, а выбирают депутаты облдумы, это какой-то принципиальный момент, или это такая формальность, не имеющая особого значения? Да, я могу сказать, что это весьма такой принципиальный момент. Кстати сказать, это соответствует европейским стандартам учреждения таких должностей. То есть предполагается, что это обеспечивает, скажем так, большую независимость, если уполномоченный по правам ребенка назначается не высшим должностным лицом, а законодательным органом. Но, видимо, так оно и есть на самом деле, хотя я могу совершенно определенно отметить, что я, работая 2006 года, опять повторяюсь, уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области и назначаясь высшим лицом в Волгоградской области, никогда не испытывала какого-то давления, и чтобы кто-то диктовал мне, что мне делать. Абсолютно это... По крайней мере, в моей практике, слава богу, этого не было и нет и сейчас. Но, если возвращаясь к европейским стандартам, на самом деле эти должности по стандартам должны быть парламентскими. Один шаг в сторону европейских стандартов. Недавно вы участвовали в российско-американском форуме по проблемам защиты детей от жестокости и насилия. Вот можно ли сказать, что там были какие-то сглаженные противоречия в этом вопросе между Россией и Америкой? И что бы вы выделили, что особенно важное услышали там? Ну, надо сказать, что это российско-американский форум, это уже третья встреча. В 2011 году первая встреча была на Байкале, и я бы даже сказала, сначала в Москве, потом на Байкале. Значит, в прошлом году это был Чикаго, встреча специалистов, и вот, значит, в Ханты-Мансийске в этом году. Что это такое? Это встреча на уровне президентского договора, соглашения. Тогда это называлось «Медведев-Обама». Значит, в консультации и взаимодействии специалистов, так или иначе, связанных в сфере противодействия против преступности в отношении детей. В Соединенных Штатах Америки этим занимается некая ассоциация профессионалов по противодействию жестокости в отношении детей. В Российской Федерации как бы подхватил эту идею национальный фонд защиты детей от жестокости. это российская общественная организация, весьма известная. Павел Алексеевич Астахов, как уполномоченный по правам ребенка, естественно, взаимодействует и с теми другими организациями по этому поводу. И даже более он определил для себя роль некого модератора этих вопросов в этом взаимодействии. И в Ханты-Мансийске произошла интереснейшая абсолютно встреча. Американские специалисты еще раз нам продемонстрировали возможности вот этой ассоциации профессионалов, в которой, кстати сказать, за хоперщиками для нас это было удивительно, но это так, являются профессионалы работающие в сфере правоохранительных органов, прокуратуры, то есть прокурорские работники, там как бы основную скрипку играют вот в ассоциации в этой. Ну и, значит, эта ассоциация занимает тем, что обучает, готовит, консультирует разных специалистов, разных сфер, так или иначе, связанных на вопросах выявления, предупреждения и борьбы с преступностью в отношении детей. В Ханты-Мансийске мы обменивались нашим опытом, и, кстати сказать, нам тоже есть, что предъявить в этом вопросе. Но, в частности, например, у нас в Волгоградской области, я представляла по этому доклад, вот на одной из таких встреч, у нас действует соглашение между Следственным управлением Следственного комитета России по Волгоградской области и Уполномоченным по правам ребенка по противодействию преступности в отношении детей. И мы так это подспудно, но весьма ощутимо взаимодействуем в этом вопросе. И мы пошли в этом году дальше, озаботившись вопросами социальной и психологической реабилитации детей, которые пострадали от преступлений. И провели тоже консультации здесь у нас в регионе. И это соглашение у нас пополнилось вопросами, связанными с организацией реабилитации пострадавших детей. И третьей стороной к этому соглашению в связи с этим подключилось наше Министерство социальной защиты населения, которое располагает сетью учреждений социальной помощи семьи и детям, социально-реабилитационных центров. И в этих учреждениях есть база и возможность организовать реабилитацию пострадавших детей. Вот этим мы сейчас, кстати, занимаемся. Что касается проблемы жестокости к детям, то насколько она очевидна в Волгоградской области? Ну, к сожалению, мы должны сказать, что, собственно говоря, мы очевидцы этого всего, потому что сейчас этой проблематикой очень... этой проблеме уделяется очень большое внимание и в средствах массовой информации. Сейчас проходит информационная кампания уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка по противодействию жестокости в средствах массовой информации, с тем, чтобы погасить и вот это вот постараться, это влияние на детей. Потому что известно, что дети очень много черпают из средств массовой информации, и это определенным образом сказывается и на их поведении, в том числе преступном поведении. Но что касается жестокости взрослых по отношению к детям, то нужно отметить, что да, эта проблема существует. Несмотря на то, что мы наблюдали, например, в 2010 году, в 2011 году по Волгоградской области некое снижение преступности в отношении детей, то 2012 год нам дал всплеск преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей. И вот надо сказать, что вот за текущий период этого года у нас трое детей погибли от... То есть были убиты фактически. Один ребенок получил тяжкие телешные повреждения, которые повлекли его в смерть, и это, собственно говоря, от руки самого близкого человека. У нас семь детей погибли от неосторожного обращения, причинения смерти по неосторожности. У нас сейчас сокращается, так мы наблюдаем на протяжении нескольких лет, все-таки пропаганда, она дает информацию, вот этот вот натиск такой общественного неприятия, жестокости по отношению к детям в средствах массовой информации, дает свои плоды. У нас, если в былые годы возбуждалось порядка 150 уголовных дел по вот статье «Жестокое обращение с детьми», которая подразумевает именно жестокое обращение близких людей, родителей, опекунов и так далее. То за вот прошедший период 2013 года 44 уголовных дела по статье «Жестокое обращение с детьми». Ну, я считаю, что вот информационная кампания, которая в 2010 году проводилась широкая такая по противодействию жестокому обращению, вот то, что сейчас продвигает уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации, безусловно, должно давать свои плоды. У нас недавно на совещании в Астрахани, Волгоградской области, отмечалось совещание, которое проводила Генеральная прокуратура Российской Федерации, и отмечался рост преступлений насильственного характера в Волгоградской области. Но, кстати сказать, нужно обязательно обратить внимание, что этот рост отчасти может быть связан и с выявляемостью такого рода преступления, особенно если это преступления против половой неприкосновенности. Они очень сложны в расследовании, как говорят нам следователи. Мы это прекрасно понимаем, что, особенно если в отношении малолетних детей такие преступления совершаются, то они очень латентны, скрыты и трудно доказываются, трудно выявляются. Но у нас в этом отношении правоохранительные органы, следственный комитет, полиция, прокуратура, вот нужно отдать должное, очень тщательно подходят к расследованию и доводят дело до конца. То есть вот этот вот рост статистики может быть еще обусловлен положительными факторами, связанными с доказыванием, с выявляемостью таких и такого рода преступлений. Ну, как считаете, все-таки достаточно ли суров закон к виновникам таких ситуаций, именно к взрослым? И можно ли детей защитить от других детей? Вот взять хотя бы недавний случай. В Санкт-Петербурге, когда двое подростков избили еще одного парня и заставляли его выкрикивать антироссийские лозунги. Вы знаете, даже, может быть, в Санкт-Петербург мы можем взять наш последний нашумевший случай, когда один ребенок малолетний погиб от руки подростка, фактически безнадзорного. Мы вот с аппаратом полномочного проверяли всю систему работы с тем подростком, который совершил преступление и увидели, что на самом деле многое недорабатывают наши органы и система профилактики. И здесь есть темы для обсуждения, потому что по этому подростку мы, например, увидели и сошлись во мнении специалисты, что вся профилактическая работа была, в общем-то, была сосредоточена на возможностях и усилиях школы, в которой обучался этот ребенок. Если он переходил из одной школы в другую, из другой в вечернюю, то основным субъектом профилактики его поведения и его каких-то наклонностей являлась та же самая школа. А возможности школы, они даже в законе о профилактике безнадзорности весьма и весьма ограниченными, и школа не может быть субъектом профилактики. Основным это должны быть и государственные, и муниципальные органы, и комиссия по делам несовершеннолетних, органы по делам несовершеннолетних полиции, это, может быть, отдел или комитет по образованию и так далее, то есть властные структуры. А полагаться на то, что школа справится с подростком, который ее не посещает, который склонен к правонарушению, который болен социально опасными, скажем, заболеваниями, склонностями к токсимании, токсикомании, возможно, психическими расстройствами и так далее. Этого абсолютно недостаточно. Поэтому, да, здесь есть поле для разговоров, для принятия мер, и мы вот в рамках областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, полагаем буквально каждый абсолютно случай, фактически расследовать на уровне не только правоохранительных органов, но и органов системы профилактики. Что касается суровости закона, мы все знаем, что тоже, кстати сказать, усилиями уполномоченного при президенте Российской Федерации и моих коллег региональных, и моими усилиями, это совершенно очевидно, потому что я всегда выступала с предложениями по поправкам к действующему, в том числе федеральному законодательству, которые бы предусматривали в том числе ужесточение наказания в отношении тех людей, которые совершают преступления в отношении детей. Соответствующие поправки принимались и в 2010, и в 2011 году, и вот в сентябре было объявлено, что Российская Федерация наконец стала государством, участником конвенции ООН о правах ребенка, которая полностью приняла эту конвенцию, потому что за нами, за нашей страной был долг. Какого плана? У нас до сих пор, вот до прошлого года, не было подписано протокол, конвенции ООН по правам ребенка, о преступлениях, связанных с профилактикой, с борьбой против детской проституции, порнографии, торговли детьми. Наконец Российская Федерация подписала и ратифицировала этот протокол, и мы полностью, как бы, полностью являемся полным, полноправным участником конвенции. И в этом отношении, кстати сказать, нам предстоит определенная работа, связанная с доработкой нашего законодательства вот в этой сфере, связанной с борьбой против детской порнографии, проституции, торговли детьми. Нина Николаевна, еще одна тема, в которой очень много до сих пор болевых точек, это усыновление детей российских, иностранными гражданами. И вот, в частности, этим летом депутаты Госдумы приняли закон о запрете усыновления иностранными гей-парами наших российских детей. Как считаете, насколько рациональны такие меры? Нет, ну, как мы считаем. Конечно, у нас страна с совершенно определенным менталитетом, и об этом наши, начиная от президента, и заканчивая, там, допустим, моих коллег на местах, мы, конечно, безусловно стоим на этой позиции. Это совершенно то, что, как бы, неприемлемо для нашей страны. И, собственно говоря, это, я даже не знаю, как, есть ли смысл вообще это все как-то обсуждать вот в плане в таком, может ли существовать полемика по этому поводу, и может ли приниматься какие-то другие решения. Нет, конечно, нет, конечно, безусловно. Излишняя либеральность не для нас, не для России. Нет, абсолютно. Ну, это, это, как бы, не те, не те условия, не та страна, не те условия, не те традиции, не тот менталитет. Мы другие, и мы должны, и с нами должны считаться безусловно. Мы, мы там считаемся с их какими-то, ну, ради Бога. Имеем право отличаться. Конечно, конечно. А что касается усыновления в нашем регионе, то насколько охотно берут волгоградцы детей в свои семьи, как много сейчас детей в детских домах остается? Вы знаете, вот у нас в Волгоградской области всего, вот, в органах опеки и попечительства учитывается, учитывается учитывается десяти тысяч детей, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. И, значит, порядка девяносто процентов из этого числа это те дети, которые воспитываются в семьях, на семейных формах устройства. Остальная часть детей, это дети, которые на государственном обеспечении у нас в учреждениях. Это детские дома, школы-интернаты для детей-сирот, это дома-ребенка, дома-интернаты в системе социальной защиты населения. Там находится порядка 1300-1200 детей от общего числа детей-сирот. Но при этом нужно иметь в виду, что большая часть детей, которые находятся в семьях, это дети под опекой и попечительством или в приемных семьях. Это так называемая возмездная форма опеки и попечительства. Усыновление это самая приоритетная форма и она самая специфичная. Дело в том, что усыновленный ребенок он приравнивается в своих правах к родственнику по происхождению. То есть вот как свой кровный ребенок. Поэтому ожидать, что усыновление будет самой многочисленной формы неуместно, потому что граждане, как правило, принимают, ну, либо посторонние граждане, либо родственники принимают, как правило, ребенка под опеку оставшегося без попечения родителей. И, к сожалению, я должна констатировать, что мы вот ежегодно наблюдаем сокращение усыновления в связи с тем, что поддерживаются вот иные формы устройства детей, опек, попечительства, то есть выплаты на содержание детей, там, если это приемная семья, то там еще оплата за вот этот труд по воспитанию детей, поэтому усыновление у нас как бы сокращается, к сожалению. Если в прошлом году у нас российские граждане Волгоградской области усыновили 122 ребенка, то за вот истекший период 13-го года российские граждане по оперативным данным усыновили 47 детей. Если говорить об иностранных гражданах, то в 2012 году 45 детей у нас уехали за рубеж, в 2013 году иностранцам усыновлено 14 детей. Ну, здесь сказался, кстати, запрет на усыновление детей гражданами Соединенных Штатов Америки. Вот такая картина. В целом на устройство детей это никак не влияет. Напротив, у нас в Волгоградской области, если брать данные, вот сколько выявлено детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сколько в целом устроено в семье, то у нас получается, что мы устраиваем в семье больше, чем выявляем. Это последний позапрошлый год и прошлый год. Это соотношение такое, если выявляем это 100%, то устраиваем семьи, вот в 2012 году это порядка 111% от этого числа устроено в семье. Это цифры порядка полутора тысяч детей устраиваются в семье, выявляются 1100 детей за год. Вот так. Но если говорить о приоритетном устройстве усыновления, к сожалению, не в пользу усыновления. И здесь может быть уместно еще раз подчеркнуть и для граждан, что для ребенка приоритетной формой считается усыновление, когда ребенок обретает права кровного ребенка. Все-таки главное, чтобы у детей были по-настоящему заботливы родители, они просто номинальные. У нас опекуны, знаете, далеко-далеко не номинальные и приемные родители. Здесь мало кого можно упрекнуть в этом, потому что, конечно, абсолютнейшее большинство это те, кто очень добросовестно выполняет свои обязанности по отношению к детям, и мы очень благодарны этим людям. Спасибо большое, Нина Николаевна, за то, что нашли время поговорить на такие важные темы. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok